Время пришло. Вот оно, поместье Золотоцвет. Месяцы тренировок и подготовки. Векс сказала, что даже ей это не по плечу. Изучение планов. И попыток пробраться туда. Довольно сложное место. Остров, обнесенный стеной. Из охраны тренированные наемники. Думаю, лучшим способом туда пробраться будет проплыть под водой. Хорошая работа. Хоть и стражей тут полно. Но, пожалуй, войду я через главный вход. Или боковой. По-моему, это ближе к боковому. Замок уровня Эксперт. Не так уж и сложно. На всякий случай оружие. Может пригодиться. Противники здесь чертовски опасны. Но пока вроде никого. Тут слишком тихо. Вижу. Угу. Угу. Вот. Угу. Тут надо быть чертовски осторожным. Оу, спрятался. 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 Теперь осталось самое сложное. Оу, спрятался. Оу, спрятался. Оу, спрятался. Мы слишком сильны. Оу, спрятался. Оу, спрятался. Оу, спрятался. Таким, как ты, здесь нет места. чёрт они слишком сильный это все что восстановило мое крепкое зелье? Здорово! Кинжал стоит убирать из рук О! все, мне надоело! Тоже мой удар! Умри! Ну ж какой есть! Аааа! Не бойся! Будет быть! Уф! Твой бой уже был! Уф! Уф! Банально не хватает урона! Уф! 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 Чёрт! Там этих дураков ещё трое. Они чертовски сильны. Но я должен успеть прорваться. И сжечь их. Улья. Хотел сделать потише. Не привлекая внимания. Но получилось, как получилось. О, чёрт. Ладно, это уже не важно. Эй, ты. Это тебя прозывают, Довакин? Да. Никто не... Ты прав. Тебе не победить. Никто не смеет называться Довакином. Ты выжил? Паук! Чёртовы ублюдки. Как по заказу прям. Да, не думал, что придётся вступать в бой. Но да ладно. Опасные вы, ребята. Хорошо, что я был вооружён. Ладно, так уж и быть, Бринь, Альф. Выяснить, кто послал убийц. Послал их лорд Мирок. Я без этого знаю. Первый драконорождённый. Надеюсь, они больше приходить не будут. Бринь, я выполнил работу. Надеюсь, ты мне хорошо за неё заплатишь. Стоит снять броню, которую мне... ...одолжил мой друг. Надо будет ему ещё заплатить за это. Обязательно. Отличная боевая броня. Я даже лисицу с одного удара зарезу не могу. Что за капец? Оружие настолько затупилось. Надо бы это исправить. Привет, ребята. Давай-ка перетрем. Погоди. Привет, Бринь. Говорят, златоцвету досталось. Отлично, парень. Да, вот то, что мне попало сейф. Дай-ка я посмотрю на твою находку. Оренгот продал златоцвет? Да что это ему в голову взбрело? Он себе не представляет, как обозлится Мавин, когда выяснит, что её подвинули. Но он ещё узнает. Если бы только тут было имя покупателя, а не этот странный символ. Не знаешь, что это такое? Без понятия. Да, Эдра, их забери. Что ж, я поспрашиваю своих и поговорю с Мерсером. А сейчас беги к Мавин Черный Вереск. Она потребовала именно тебя. Хорошо. Мне казалось, это дельце прошло довольно гладко. Хотя нет. Я прорезал кучу народа. О нет, ничего такого. Ты к ней идёшь по делу. Ага. Ну лады. Что нужно, Мавин? Это касается только тебя и Мавин. Я предпочитаю не встревать. Об этом не беспокойся. Дела Мавин обычно приносят её людям много золота. Лады. Кстати, о птичках. Конечно. Твои деньги. Ты быстро соображаешь, парень. Продолжай хорошо работать на нас. И заработаешь много больше. Спасибо. До встречи, парень. Честно говоря, я устал. Посплю часиков восемь. Ну а потом я к Мавин. Голова раскалывается. Надо больше отдыхать. Ну, а чего надо? Брин, вроде сказал, что она будет ждать меня в таверне. Чем может быть тебе полезна скромная служительница Таласа? Да ничем. Как ты смеешь приходить сюда после того? Слушай, я уже сказала, что Адр мне ничего не должен. Всё, отстань. А, вот и ты. Так это ты. Выглядишь ты не больно-то солидно. Может, перейдём к делу? А ты у нас, значит, рвёшься в бой. Наконец-то Бриньольф прислал мне кого-то с деловым чутьём. Я уже подумывала предложить ему переименовать его с вору в гильдию попрошаек. Ты не веришь в гильдию? Дорогуша, я ни в кого не верю. Меня волнуют только причины и следствия. Сделана ли работа? И сделана ли она правильно? Тут нет оттенков. С чего начать? Отправляйся в горцующую кобылу в Вайтране. И найди Маллия Макия. Он быстро введёт себя в курс дела. Понял. Повторюсь, если до тебя сразу не дошло. Не выполнишь работу как следует, сильно пожалеешь. Ну-ну. Добро пожаловать. Дай мне знать, если тебе что-нибудь нужно. Ты тот, кого я ищу? Если хочешь попробовать лучший мёд в Скайриме, твоё желание исполнится здесь. Маллий меня учит всему, что знает о медоварении. Надеюсь, я когда-нибудь смогу его заменить. Да. М-м-м. Маллин сказала, что ты меня ждёшь. Буду краток, потому что у нас много работы. Владелец медоварни Хонинга, Сабьёрн, устраивает дегустацию для капитана-стражи Вайтрана. А мы должны отравить мёд. Яд у тебя? Нет, нет. В этом вся прелесть плана. Мы хотим, чтобы Сабьёрн сам его нам отдал. На медоварне проблемы с грызунами. Весь город это знает. Крысиный яд и мёд плохо сочетаются. Понимаешь, о чём я? Ну да. И какова моя роль? Ты просто окажешься рядом и поможешь бедному старому Сабьёрну. Он даст тебе яд, чтобы потравить грызунов. А ты подбросишь немного яда в чан с суслом. Умно. Мы с Мавин долго это планировали. Нам нужен только кто-то вроде тебя, чтобы пройти туда и сделать дело. Теперь иди, пока Сабьёрн не отрастил мозги и не нанял кого-то другого для чёрной работы. Ты бы и сам это мог сделать. Ну что ж, план есть план. Сабьёрну понадобится помощь. Сделай всё красиво. Это лода в честь несгибаемых закипов. Медок, значит, варить будем. Ну и ладно. Оу. Так у тебя проблемы. На что ты пялишься? Не видишь у меня тут проблемы? Вижу. Что не так-то? Ты что, издеваешься? Посмотри вокруг. Я должен подготовить дегустацию нового особого мёда Хонинга для Капитана Стражи. Ну... Если он увидит медоварню в таком состоянии, для меня всё будет кончено. Может, я помогу? Да ну. Ещё скажи, что сделаешь это просто по зову сердца. Надеюсь, ты не будешь требовать оплату авансом. Я только так и работаю. Ну ладно. Вот половина. Остаток получишь, когда работа будет сделана. У меня одно требование. Этих паразитов нужно уничтожить раз и навсегда. Пока моя репутация не погибла окончательно. Хорошо. Я купил яд. Хотел заставить этим заниматься моего ленивого помощника Малия. Но он опять куда-то запропастился. Если ты его положишь в гнёзда этих тварей, они уже не вернутся. По рукам. Не возвращайся, пока все они не передохнут. Ну вот. Тебе что-то непонятно? Ты упомянул какого-то Малия... Малия это лучшая сделка в моей жизни. Я как-то одолжил ему немного золота. Хотя знал, что он не сможет расплатиться. Ничто так не снижает себестоимость, как бесплатная рабочая сила. Хм. Понятно. Запомни. Пока хоть кто-то из них жив, тебе не заплатят. Ладно. Я подозреваю, мне сюда. Да. Ну и крысь тут у тебя, блин. Опа. Они ещё ядовитые. Шикарно. Хорошо, что у меня есть замечательная маска. Как раз на этот случай. Пауки. Класс. 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 Кого тут только нет. Ну нифига себе вы тут ловушек понаставили. Но прямо рядом с ними мне не прокрасти. Это уж точно. А нет. Всё получается. Вот только вот этот. Пёс. Точнее крыс. Крыс. Точнее крыс. Тут вообще не к месту. Крыс. 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 А пошли вон. Крыс. 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 Что это всё-таки за маг? «Десять лет насмешек, десять лет тюрьмы, десять лет изгнания. Дети бросали в меня камни, а женщины плевали мне в лицо. Тюрьмы Вайтран, они насыпали меня в угрозы. Клик жалкого существования. Говорили, «Безумец! Сумасшедший! Разве может безумец?» «Незаметно бежать из тюрьмы. Может ли сумасшедший устроить лабораторию прямо у них под носом?» «Может ли психопат создать могучую армию из обычных злокрысов?» «Когда я был учеником алхимиков в Винтерхолде, мне было не лучше. Эти эгоистичные недотёпы не оценили мои способности. Где они сдавались, я одерживал победу за победой. Разве они признали мой гений? Оценили мой великий вклад?» «Нет! Мои наставники. Били меня, говорили, что я безответственен. Архимаг выбросил меня на улицу, как обычного бродягу». «Понятно. История очередного неудачника. Сошедшего с ума». «Понятно. История очередной платы со двери. История переворачивания...» «Александр» «Разолюкция» что же дело сделано тебе что-то непонятно жду нет тебе что-то непонятно вообще-то все готово ну самое время у меня уже сил не было капитану зубы заговаривать а моя плата тебе придется подождать пока капитан не закончит можешь тут посидеть пока если хочешь ладно так собер теперь когда мы решили твою маленькую проблему с вредителями что если я испробую твоего меда конечно мой господин это мой лучший мед зовется особый мед хонинга думаю вкусовая палитра придется вам по нраву да брось ты это мед а не вино чтобы его нюхать и смаковать во имя восьмерых что что это такое я я не знаю что то не так ты уверял меня что тут все чисто я тебя я тебя в кандалах сгною нет пожалуйста не понимаю молчи идиот сам виноват не стоило располагаться в таком загаженном месте умоляю пожалуйста все совсем не так ты ты тут будешь за старшего пока я совсем не разберусь с удовольствием а ты ты идешь со мной в драконий предел увидим как тюремный воздух прочистит тебе память теперь двигай послушайте уверяю вас это какое-то невероятное недоразумение сказал двигай прощай собер пока пока все прошло как нельзя лучше тебе еще что-то нужно прежде чем ты вернешься в рифте мне нужно проверить его книги значит мавен хочет найти частного партнера собер надо тогда тебе прямая дорога в кабинет собер на он держит большинство бумаг в столе вот это тебе пригодится не забудь я не могу поверить что все получилось почему ты не упомянул о том психе в тоннеле мне показалось будет лучше опустить кое-какие детали в наших предыдущих разговорах не хотелось давать тебе повод отказаться от работы понят к тому же мавен счастлива что мы избавились от него а мне теперь не придется тратить деньги на убийцу то есть вот так вот у меня еще подставили придачу нам что ты будешь делать с медоварной начну превращать ее в медоварню черный вереск запад и чем скорее тем лучше такой у мавен план на это дело яс она меня назначила тут главным чтобы мед шел без перебоев так этим я и займусь если будешь в округе и захочешь сбыть с рук что-то краденое дай знать да не забудь замолвить за меня словечко перед мамой за что за то что меня подставил с тем крысиным главарем ну уж нет уведомление о расчете наверно этот значок имел ввиду бриниольф оу личная комната богатая одежда графин смерт пустой сейф да эти приблуды я заберу с собой пора возвращаться в рифтон поздравляю теперь ты командаешь этой медоварной мавен надеюсь ты с хорошими вести дело сделано немного мы узнали единственное что может указать на партнера собер на этот странный символ я уже не в первый раз его вижу что ж кто бы не подписывал с этим странным символом он пожалеет что связался со мной немедленно сообщи обо всем гильдию воров еще есть вопрос твоей награды думаю тебе понравится сумма которую я плачу за услуги железная булава стопа 300 золотых себе оставь это дерьмо но понравится сумма решил бы тебя если бы не партнерство дерьмо дерьмо случается очень кстати для мавен именно теперь ты понимаешь как работает наша система мавен сообщила что тебе удалось там что то еще раз копать это важно для гильдии и опять тот же символ что в златоцвете значит это не совпадение сперва орен год теперь сабьерн кто то пытается нас задавить поссорить мавен с гильдией и что нам делать мэрсер думает что знает как вывести нашего врага на чистую воду он хочет тебя срочно увидеть я бы на твоем месте поторопился я его никогда таким злым не видел о как нет времени на болтовню мэрсер тебя ждет ладно а вот и ты я поговорил со своими людьми по поводу добытых тобой сведений о поместье златоцветы но никто не смог опознать этот символ тот же символ был в медоварне Хонинга похоже враг пытается нанести нам удар из подтишка настроив против нас мавен черный вереск очень умно умно или нет но им не жить не стоит недооценивать врага у них много средств терпения им удавалось годами оставаться в тени только не спутай мое восхищение со слабостью наш враг будет жестоко наказан ну и как нам их прощечить несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование они допустили ошибку в найденной тобой купчей упоминается гаджуллей согласно моим источникам это старый псевдоним одного из наших связных его настоящее имя Гулум Ай скользкий ублюдок знаю я этого ящера живет в таверне в Солитьюде с чего начать Гулум Ай наш агент восточно имперской компании в Солитьюде готов поспорить он был посредником при продаже поместья Златоцвет а значит он может назвать нам имя покупателя найди его и вытряси из него все что сможешь если будут вопросы поговори с Бринюльфом до отъезда понял не могу поверить что Гулум Ай во все это влез этот арганианин собственный хвост в темноте не найдет пойми меня правильно он бы у нищего вытянул последний септин но он не стратег думаешь с ним могут быть проблемы проблемы? он один из самых упрямых ящеров которых я знаю ты еще работенка ну как его разговорить тебе придется подкупить его только так мы привлечем его внимание если это не поможет следи за ним и узнай что он задумал этот Гулум Ай просто зарвался и можно будет на него надавить ясно если он нас предал он станет нашим должником верно? да это верно и учитывая что он лазает в карман восточной имперской компании мы этим воспользуемся на всякий случай еще раз скажу он нам нужен живым пока просто сиди у него на хвосте и он точно вступит во что-нибудь чего так просто с подошвы не ототрет понял его стоит остерегаться есть воры а есть Гулум Ай ни чести ни закона он тебе руку пожмет и в ту же минуту ударит ножом в спину он в последнее время забывает делиться с гильдией говорит что товаров на складах мало наверняка врет держи ухвостро он очень хитрый понял если он запоет что дальше отправляйся в гильдию и доложи Мерсеру это чрезвычайно важно понял если узнаешь что Гулум Ай нас дурит и товара у него больше чем он нам говорит это тоже будет очень полезно знать понял чем он полезен для гильдии Гулум Ай работает на складе восточной имперской компании он помогает разбирать все товары которые приходят и уходят из Солитьюда это значит что у него есть доступ к лучшим товарам которые приходят на берега Скайрима о как он не совсем член гильдии но он платит нам долю от всех своих находок на складе восточная имперская компания кто они такие группа купцов которые основала порты по всему Тамриэлю они фактически монополизировали торговые перевозки говорят их прикрывает сам император а это значит что у них почти неограниченные ресурсы так что не тереби империя понял удачи в Солитьюде не убивай Гулумая но напомни ему кто мы самое время отправляться в путь ну что ж путь к Солитьюду я уже бывал там я не думаю что это будет очень сложно а с ящером а с ящером я уж как то разберусь новый день новые приключения еще один шанс поднять побольше денежек восточная имперская компания я иду я иду я иду я иду я иду